здравствуйте дорогие друзья сегодня 24 мая конец весны и в нашем регионе во всяком случае живо всю бояют ирисы но бывают такие случаи когда ирисы не распускаются они начинают гнить или засыхать в бутонах или как моем случае распускается цветок на один день и сразу же усыхает это большинстве своем относится к современным сортам ирисов потому что бабушкины у меня буяет вовсю они не поражаются ничем вот прошлой осенью я посадила себе сортовые ирисы и оказалось что они очень восприимчивы к ирисовой мухе я больше чем уверена что в этом бутоне находятся личинки ирисовой мухи которая просто пожирает само растение изнутри сейчас мы с вами отломим бутон и посмотрим что же у нас находится в середине если вы только что покушали или очень восприимчивы к различным жучкам то лучше вам конечно дальше не смотреть итак я отломила бутон и мы смотрим что у нас в серединке сейчас я сфокусирую камеру и так вот видите вот эти вот беленькие беленькие непонятные червячки это и есть личинки ирисовой мухи ирисовая муха отложила яйца в бутонах которые из которых появились вот такие вот личинки ужасное просто создание которое пожирают ваш цветок изнутри они питаются вашими бутонами и поэтому бутоны у вас не развиваются они выглядят как будто бы они подгнившие или подсушенные вы думаете что это либо из-за чрезмерного полива либо вы наоборот не дополили растения или недокормили а вся причина вот в таких маленьких личинках которые пожирают ваше растение изнутри вот смотрите я отломила бутон у меня уже выпало две личинки а в середине их еще множество они вот в стебле в самом стебле самом бутоне они просто живут и кушают ваш ирис почему появляются эти личинки эти личинки появляются от ирисовой мухи которая у нас зимует в корневище растений как только у вас появились первые зеленые листочки вам необходимо пролить ваши ирисы любым инсектицидом это может быть и актора и маспилан в 58 и актелик до любой препараты которые вы используете используете против колорадского жука все это подойдет подойдет для того чтобы уничтожить ирисовую муху итак сначала вы как только появятся молоденькие зеленые листочки проливаете землю под кустом потом через 10 дней вы обрабатываете все растения таким же раствором еще через 10 дней обработку повторяете и уже когда появятся бутоны на ирисах вы проводите третью обработку теми же препаратами для того чтобы обезопасить свое растение от ирисовой мухи основного его вредителя осенью конечно же хочу сразу сказать что после цветения бутоны ирисов обязательно вы срезаете и уничтожаете осенью необходимо еще раз пролить раствором инсектицидов ваши ирисы под корень для того чтобы уничтожить зимующие куколки ирисовой мухи если все-таки они туда попали вот и все дорогие друзья из того что я хотела вам сегодня рассказать я желаю вам чтобы подобной беды на ваших цветах не случалось спасибо за внимание и до новых встреч